Тишина, тишина. Итак, ребята, сегодня 6 декабря 2011 года. 70 лет назад, в эти дни, под Москвой, совсем рядом с нашим городом, началось одно из самых страшных, долгих и кровопролитных сражений. Битва за Москву. И я объявляю торжественную линейку, посвященную 70-летию битвы под Москвой, открытой. Песня. 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 Не надо фраз про добрость и отвагу, Слова всего лишь навсего слова. Мы здесь стояли и назад ни шагу, Мы здесь лежим, зато стоит Москва. Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы, Зали победа и штифь два, И умирали, зная, будем живы. Мы здесь лежим, зато стоит Москва. Народное ополчение — это добровольческие формирования, создававшиеся из людей, не подлежащих первоочередному военному резину. Это ученые, рабочие, подчас даже люди преслонного возраста и дети. Всего за годы войны только наша Москва направила в вооруженные силы Советского Союза 850 тысяч человек. Свыше без места из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью за оборону Москвы было награждено 20 тысяч пионеров. 12 декабря 1941 года МИР облетел знаменательное сообщение Московского радио. 6 декабря 1941 года войска нашего против и взвода противников в предшествующих боях перешли в полное наступление против его фланговых группировок. В результате начатого наступления обе группировки были разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери. Победа под Москвой досталась нам доработанной. И в декабре 1941 года Западный, Калининский, Юго-Западный, Брянский, Кропы, потеряли раненые и битвы и племени около 332 тысяч человек. А впереди Сталинград, Курская дуга, Днепр. До мая 1945 года оставалось долгих 3,5 года кровопроводительных боев и миллионных потенок. Но именно на подступок к столице в декабре 1941 созидалась Великая Победа. А в сердцах москвичей и всех россиян жила память о тех воинах, солдатах и военачальниках, которые своим подвигом совершили на все грозные дни, когда враг стоял уже у самых стен Москвы, защитили нашу древнюю столицу. Мир — это короткое, лучезарное, искрящееся счастье в словах. Война — это резкий толчок истории, рождающийся смертельный враган. Это непрекращающиеся бомбардировки, минные поля, ужасы концлагерей и постоянные похоронки. Мир и война — несовместимые понятия. К сожалению, с каждым днем все меньше становится перед нас участников пресс-страшной войны. И поэтому мы должны трепетнее проявлять заботу и уважение к гражданам ветеранам, склонять голову перед их бессмертным подвигом и учитать тех, кто ради нас отдал самое дорогое — свою жизнь. А сейчас почтим память погибших в бюрохотечественной войне и внутренней полчани. Славный Гуртенсик, смерть свою свадьбе днем, Четенку осынулась на сапоги генерал. Мальчики-генерал. 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 Мальчик-генерал. Мальчик-генерал. Глаза его голубые, И сахар на макаре, Чтоб был санитар львов, Трудный навсегда Походный рожок для мёртвой пехоты. Славный был день сегодня, Смерть свою свадьбу брал, Смерть свою свадьбу брал, Азербайску ядов, Азербайк к деменам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok